Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущих всем приветствия, всем доброго, бодрого денёчка, вечерочка, у кого какое время, какое вы Палыча сворите, Палыч, значит, сегодня не в шапке, ну шапка есть, ну просто вот такая вот волшебная шапка Деда Мороза, буду исполнять желания, значит, всех, и вообще, кстати, касаемо исполнения желаний, завтра встречаемся с вами на Стримчанском, часиков 6-7 вечера, ну, там у меня подвезёт помещение, ключу, поэтому заходите, подвечим, поразговариваем, значит, не знаю, в какой Палыч будет роли, или Деда Мороза, или Деда Мороза, пусть хотелось бы Деда Мороза, ну, мелкая дома бегает, как бы, ну, может быть, короче, разберёмся, значит, у нас сегодня с вами очередной обзорчик, думаю, что новогодние праздники проводите хорошо, чётенько, у нас погода на улице просто капец какая, снега навалило, вот такие вот сугробы, великолепно всё, гуляем, не забываем, и не забываем, не жуделаем, чаёчку, чашечку горяченького выпивать, с утра, и когда спорите Палыча, для поднятия настроения, так скажем, значит, итак, Палыч так нагулялся, аж нос заложило, значит, итак, значит, говорим сегодня про Наташку, про её последний ролик, там, где Натали уже хлопочет, казалось бы, только отгремели фанфары, только встретили Новый Год, и Наташка уже всё, в поте лица в огороде, значит, убирает палки последние, трактор загнала на территорию, с Бадуна, естественно, ну, как иначе, по-другому имею ввиду, привезла, значит, этого уголька домой, ну, вот, всё, вся при делах. Касаемо, значит, сегодняшнего ролика, очень интересный был момент по поводу, значит, пропадания звука. Сами, наверное, заметили, то в ролике появлялся звук, то исчезал звук, как бы, причин для этого есть, конечно, множество, одна из причин, конечно, более такая актуальная, то, что что-то, наверное, с камерой не то, и, скорее всего, не то из-за того, что не следует камеру свою ссувать в жирные свои блюда, когда она готовит, может быть, и масло забило ей эти микрофоны, но есть и другая причина возможного такого конфуза, произошедшего сегодня, это то, что всё-таки ролик Наташка записала там, да, при этом с Бадуна всё это монтировала, записывала, и, соответственно, с Бадуна и загрузила его, потому что по-другому, ну, как бы, ничего не приходит в голову, потому что, когда ты загружаешь ролик, ты, понятное дело, видишь, что загружаешь, и я вот не понимаю одного, что как только она загрузила ролик, посмотрела, что получилось, и увидела то, что нет звука, звук пропадает, вот знаете, логично просто был этот ролик удалить, этот ролик удалить, и за место не мог любой записать другой, короткий, шот, не шот, ну, об этом сказать, ну, Натахе, как мы видим, вообще пофигу, пофигу на ролик, пофигу на аудиторию свою, какой бы лишь бы не давать авноконтент, главное то, что с него копыть на купаты, это главное, а то, что звука нету, картинка, как у Бабки Оли, к верх ногам и всё камере дрожит, это уже всё второстепенное. Касаемо Бабки Оли, вот тоже очень интересно, я что-то смотрел день назад, ролика нового не было, но, скорее всего, и сейчас, наверное, ролика нового нету, потому что Бабка Оли, в отличие от Губарева, поквасила хорошо, и, собственно говоря, на входняках. Касаемо, опять же, Губарева, возвращаемся к ней, она же сегодня у нас главная звезда данного обзора, так вот, значит, у меня опять же сложилось такое небольшое предположение, ну, это такое, знаете, микропредположение, о том, что ролик, который загрузил она сегодня, был снят отнюдь не после Нового года, а снят до Нового года, и Губарева просто сказала, знаете, в очередной раз о том, что это она после уже праздника отметила, уже они работают и прочее. У меня просто вот есть пару таких микромоментов, важных микромоментов, какие, ну, знаете, они противовесы её словам, сейчас я представлю. Это один из самых главных моментов, это то, что, казалось бы, первое число, пускай даже второе. Сами понимаете, деревня, то есть люди, ну, как бы гуляют, соответственно, да, 31-го погуляли, 1-го по гостям, все там, ну, не все, но многие поддают им венчишки, шампанское, ничего такого нету. И тут, значит, у Губаревой уже полный двор людей. Трактор ездит, ещё какая-то техника ездит. Ну, блин, ну вы что, ну вы шутите или как это называется? Люди в эти дни просто, какие трактора, какие работы, люди в эти дни отдыхают. И, скорее всего, этот ролик просто был снят накануне. Накануне снят, так обыгран, опять пару слов сказано о том, что, типа, это мы после праздников. И, скорее всего, Губарева просто таким образом напилила контента побольше, чтобы вот в эти дни как бы не его подзагружать. Соответственно, сама поддала хорошенько, баб Коля, если не запаслась контентом с Танюхой, то это подзапаслась контентом. Отсюда такой результат имеем. Значит, далее. Губарева вообще сегодня всё успевает. Вот, представляете, после праздника, когда, казалось бы, такой, ты такой чувствуешь себя немножечко помятым, уставшим. Ну, смотря, конечно, что пить и сколько пить, но всё равно. В эти дни какие хоть работы, какие труды, охота просто там потрещать, на расслабоне, почилить и прочее. Значит, Натаха всё успевает, как уже вам ранее сказал. И угля, и в огороде, и палки собрать. И в том числе получить посылку. К основе посылки. Да, сегодня Губарева получила очередную посылочку от Танюхи, от Анжелы, там, не знаю даже, от кого она получила, суть не имеет. Я всё время проматываю эти все микромоменты. Главное содержимое посылки в очередной раз. И, знаете, содержимое посылки сегодня жратва. Сегодня печеньки, сладости, конфеты. Палка колбасы, самое главное. Наташка, палка колбасы для тебя. Пока дед не видит, вообще, знаешь что, прям хлебушек, колбасочку. И прям так на диванчике, на ногу, лёжа, посматривая ужастик перед, ты же любишь ужастики перед сном, колбасочку эту. Посылки, правда, ещё носочки лежали. Но носочки, знаете, такое второстепенное. Если, мне кажется, у Губаревой предложи вариант между носками и предложи вариант между колбасой, то та, естественно, выбери вторую палку колбасы, нежели носки шерстяные. А вообще всё нормально. Всё нормально. Всё движемся. Мне почему-то кажется, как у Павла сказал это слово, всё нормально. Вот так же Губарева себя ведёт. И так же вот у неё вот эти эмоции в эти дни такие она пребывает после 31-го числа. Танюх, там, наверное, вообще на антипохмелине сидит на каком-нибудь. Ну ладно, это всё второстепенное. Первостепенное, значит, что? Первостепенное то, что у нас сегодня с вами ходит число третье, кажется, или четвёртое, третье, наверное, за окном. У кого какая погода, кстати, у нас вот снежок, ещё раз вам говорю. Я так догулялся, так набегался в этом снегу, что немножко как простым думаю. Ну нормально, нормально, сейчас тречемся лимонов, купил фруктов и прочее. Главное, чтобы не развилась температура и прочее, чтобы завтра выйти на Стримчанский. Как уже в обрании предупредил, значит, завтра у нас с вами в 6 или в 7 часов вечера на Стримчанский. Соответственно, сейчас у меня просто немножечко технически работает модем. Модем это пронести в кухню, потому что интернет в кухне просто на уровне фантастики. Давно бы уже на Стримчанский выходил, трещали бы, но интернет как бы отсутствует. Ну ладно, значит, итак, буду с вами прощаться, значит, до завтра, завтра жду в 6-7 часов вечера, посидим, поговорим. Но главное условие, без кофеёчку, без чаёчку не приходите. Чаёк, кофеёк, хорошее настроение, что ещё можете взять? Конфеты, конфеты. Палыч любит конфеты. Палыч любит чёрнослив в шоколаде, сыр хороший. Поэтому всех ждём, всем ждём. Просто решили, в каком стиле пойдёт у нас стрим. Либо у нас такой будет ворос, Палыч будет с бородой сидеть там и прочее. Либо бес. Ну бес тут, конечно, может быть мелкая суетиться. А с бородой, то, соответственно, её уже запретили, она будет не пускать её в кухню. Ладно, подумаю. Всё, я, короче, убежал. Встретимся с вами завтра. Не знаю, будет ли сразу обзорчик, либо у нас сразу стримчанский начнётся. Ну, поживём, увидим, как говорится. А пока что, ещё раз. Всем великолепнейшего настроения. Шампанского в ваших бокалах пускай играет, пускай пузырится. Вкусняшки на столе, пускай стол ломится. И великолепного, чётенького настроения. Отдыхаем, концерты смотрим. Вообще, меньше телевизор, лучше, я вам всегда говорил, лучше за то, чтобы больше гулять, проводить время на улице, знакомыми, родными, близкими и так далее. Я убежал. Пока.